всем привет друзья я тут приобрел себе новую штуку для звука надеюсь вам понравится в общем то я этот стрим запускаю чтобы затестить и послушать как она звучит но при этом вы же посмотрим на вот этот веб девайс я не знаю что это мне его прислали господа китайчаны это люкс с от вопареса какой-то стартер кит ну на картиночке выглядит неплохо меня больше интересует звук какой будет звук сейчас запущу эту трансляцию века нищен ногти черные на такой сестре получится вот теперь у меня просто должен быть топовый звук и топовая картинка вне зависимости от того что сейчас я записываю на микрофон который стоит внимание то ли 600 то ли 800 рублей на алиэкспрессе это бм 800 маклин 72 привет ангел смепту надеюсь правильно прочитал тебе тоже привет роман тоже привет вот ну четыре человека смотри час я скинул ссылку на трансляцию вк пишите кстати как звук сейчас я конечно еще сам послушаю мне прям интересно так копировать url видео и запустим его в контактик а потом послушают трансляцию ну конечно же если звук топовенький то что-нибудь разыграем обязательно так все вконтакте запустил панель управления трансляциями включена как тут не звонит извиняюсь а он да здравствуйте хорошо хорошо спасибо нет да свободный подъезд спасибо всего доброго короче я купил специальную штуку для зоны звука чтобы блин дайте его хоть послушаю как он звучит то как он теперь звучит так на их какой то есть так а что же мне с этим эхо сделать ну-ка сделаем подетальней низ и подетальней вверх теперь гундосит немного может это я гундош конечно так волк от 80 герц хайпас стоит все стоит все стоит все стоит так это на шестерочку а это побольше хелмазер привет разница между нормальным звуком и хорошим звуком она очень большая вот смотри сейчас короче вот работает девайс я могу говорить когда себя слышу сейчас вот теперь я себя не слышу смотри а сейчас звук идет с обработкой вот этой штукой а сейчас я отключу сейчас я выключил обработку и вот он мой обычный голос какой он должен быть а теперь опять с обработкой с обработкой без обработки с обработкой без обработки с обработкой слышно а не хватает частот глухой звуком и потому что я повторю это микрофон за 800 рублей с алиэкспресс микрофон с алиэкспресс за 800 рублей теперь можно джой казино озвучивать нет доступа к джой казино вбивай три семерки вейп и будет доступ да короче мы сегодня что-нибудь разыграем но когда мы что-нибудь разыграем и вы что-нибудь выиграете отправить я это смогу только когда кто-то что-то закажет с барахолки просто так не поедут меня очень далеко с дэк находится опять не могу говорить когда я себя слышу короче что-нибудь разыграем обязательно какую-нибудь железочку наверное принципе ну короче придумаем что-нибудь но отправлю я ее только когда поеду что-нибудь отправлять на почту если кто-нибудь что-нибудь купит на барахолке не обязательно из вас то есть там ну люди довольно много часто покупают просто я не могу часто ездить дешевый микрофон если хотите я могу сейчас подключить дорогой микрофон но в рамках того что youtube еще все это пережимает я не знаю насколько это будет актуально плюс у меня нет паука ну точнее он есть но он на другом пантографе висит то есть вот он хороший микрофон на которой я основные ролики записываю можно подключить его послушать как с ним будет должно быть прям покруче и и нужно мне что-то сделать а немножечко с серединкой серединка здесь нигде не настраивается я могу только low details настраивать и высокие детали они заняту серединки нету только лоу и хай даже наверное можно его чуть-чуть прикрутить так ну давай затест так сейчас когда я буду его подключать возможно вполне что вы блеванете ушами потому что там что-нибудь может очень жестко как-нибудь клипануть ну и все вот в этом духе поэтому лучше сделайте потише сейчас на всякий случай предупреждаю может кто там я не знаю на колонках смотрит или в наушниках в общем бухнуть может неприятно так на всякий случай фантомный отключу чтобы вас точно не охерачило по ушам о чем стрим стрим тестовый я хочу потестить новый звук он должен быть прекрасен и потом распакуем посмотрим вот эту штучку и потом в конце какую-нибудь штучку разыграем этом порой своих коробочках и чего-нибудь разыграем короче вот о чем стрим в общем то так все вырубаю и слушаем хороший микрофон раз раз вроде вырубила фейдеры еще бегут все так единственное что нету паука мы может быть перегрузка давайте послушаем в этот микрофон это тот микрофон на который я обычно пишу все свои видосы давайте я не знаю какой не текст я недавно снимал хаус бот где хаус бот мой без разницы вообще ну вполне возможно да что youtube пережимает разница должна быть у них разные частотные характеристики так хаус бот хаус бот хаус бот где же у меня эта штука лежит на яндекс диске она лежит без паука конечно трогать микрофон это такое себе так хаус бот я снимал просто недавно прикольную штучку и меня попросили ее озвучить встречайте хаус бот это самоходный дом с автономными системами жизнеобеспечения кто ты дом или яхта это на 90 процентов дом и на 10 процентов речная яхта в отличие от яхт той же длины хаус бот предназначен для круглогодичного проживания имеет в два три раза большую площадь и во столько же раз ниже цену цена как у московской квартиры а стоимость содержания как у загородного дома хаус бот это проще чем кажется не требует специальных разрешений на стоянку или передвижение а стоять можно в любой марине юридически хаус бот это маломерное судно фактически новый формат движимой недвижимости минимум бюрократии доступные цены открывают совершенно неожиданные перспективы для развития офисов ресторанов гостиниц спа и других направлений бизнеса на воде хаус бот это дом который всегда с собой а вид из окна выбираете вы выбери дом своей мечты посетите демообразцы в москве разработано в дании сделано в россии так теперь 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 нужно переключить обратно микрофон и сейчас чтоб вам опять по ушам не дало демообразцы в москве демообразцы в москве теперь я сам послушаю что это на записал звук будет одинаковых у тех кто смотрит да все правильно все правильно абсолютно звук будет с телефона такой же демообразцы бм 800 громче и приятней потому что я изначально вот этот девайс настроил под бм 800 тот микрофон нужно перенастраивать заново то есть это был тот микрофон но с настройками от бм 800 по факту тот микрофон настроены и будет звучать лучше это микрофон который для радиоэфиров используется старенький правда него кстати подогнал подписчик за что ему огромное спасибо в общем то намного лучше микрофон артур скажи плиса на какую камеру снимаешь лень искать видео а у меня sony a 73 больше года вживую тебя не видел ну вот он я так теперь можно выделываться и стараться разговаривать дикторским голосом мне правда херово получается но мне нравится эта тема мне нравится когда прям хороший звук хороший звук видео очень до хера решает московская квартира Не, хороший звук, мне нравится Я еще поковыряюсь Это фактически первый его запуск Я хотел с кем-нибудь в дискорде поговорить Потестить это все Но, к сожалению, никого не нашлось Поэтому решил вот стримчик Запустить и на вас затестить Так что всем спасибо за участие Тем, кто участвовал в тестировании Разыграем какой-нибудь дивусь Так, теперь давайте поговорим Про вот эту вот непонятную фиговину Это какой-то стартер-кит От Вапоресса Люкс С Вив СКРРС Танк Не знаю, что бы это могло значить Но это написано на задней крышке Как многие знают, я не слежу Совершенно за рынком железа Не знаю новинок, не знаю топовых девайсов Которые выходят Вот китайцы что-то прислали Покажу Так, давайте изучим упаковочку Да ты че Короче, написано, что у него Есть 2-дюймовый фуллскрин ТФТ экран С тач-панелью Которая дает вам более широкие и мягкое пространство для игры Инстафайр технологии Просто инстафайр Вапоресса отличные девайсы Начиная со свага и даже Ревенжер мини Да, я не спорю Мне нравится Вапоресса Мне нравится Вапоресса Еще со времен Как же он назывался? Гриффин, по-моему Выпустил гиквейп Свой гриффин И потом Вапоресса Выпустила Выпустила Ну фактически Немного Клон этого гриффина Но немного доработанный И мне девайс от Вапоресса По качеству Того, как он сделан Нравился намного больше Чем девайс От гиквейп Гиквейп гриффин Да, точно Залапывание Ну сейчас посмотрим Как у него с залапыванием Выглядит вроде Симпатично И не обращайте внимания На мои грязные ногти Блин Сегодня, короче Такая история была Я сегодня снимал клип Я там участвую Чисто как оператор Я просто приезжаю На локацию Снимаю Это было, по-моему На Кутузовском проспекте Я решил не ехать туда На машине Потому что там парковка стоит Час 300 или 400 рублей Короче, какой-то конский ценник Думаю Поеду на гироскутере Рюкзак с оборудованием Чтоб вы понимали Весит Ну килограмм 15 Может быть 20 Камера Стабилизатор Батарейки Свет Всякая такая херня Ну такой лайтовый девайс Штатив Вот это вот все Короче, приехал на локацию Мы сняли Это был ресторан Какой-то На набережной Где Рэдисон На причал А гироскутер Ну такой Подразрядился Там написано было Что его хватит На 15 километров Хода Мне где-то было 4 километра От МЦК До локации И от МЦК До моего дома Еще километра 2-2,5 Короче Я еду назад Ветер 19 метров в секунду И получается Я поднимаюсь в горку И он где-то Посередине пути У меня разряжается Просто в хламину И дальше не едет Конечно на нем Было легко ехать Когда у тебя 20-килограммовый рюкзак И фактически Ты типа стоишь на месте Оно за тебя Все едет Но Когда Я шел С этим мать его рюкзаком Под ветрищем Который мне в лицо Дул 19 метров в секунду Еще дождь пошел Тащил в одной руке Этот гироскутер Который 12 или 13 килограмм Был неудобный Он пачкается Его нужно Чуть-чуть Как бы на расстоянии нести Иначе он пачкает штаны Ищу этот сраный рюкзак Я думал Я сдохну Я так не уставал Со времен Того Когда мне было Наверное 14 лет И я вписался Загрузить яблоками КамАЗ И я просто пришел Сел И кайфанул От того что я сел Ладно Вапорез Не буду отвлекаться Короче Какая-то прикольная штука Сразу с танком Стартер кит Сложные слова Английские Я только простые Хорошо читаю Был люкс Слишком пестро Люкс С Люкс С У тебя Люкс С был Может С это как у Эппл Типа Люкс А потом Выходит Люкс С Типа Доработанный Кто я по образованию В коммуникации В профсфере В профсфере Завелся с рассинхроном Звука И вроде бы Он побежден Так что Не пугай меня Так Ой Как я стал съемками Заниматься Кто-нибудь хочет Послушать Как я вообще К этому всему Пришел К занятиям Съемками Я просто Рассказывал Уже несколько раз На стримах Короче Я был Не то чтобы Бедным Чуваком Последние Занимаемые Мной Должности Это Руководитель Отдела Продаж Коммерческий Директор Бизнес Девелопмент Менеджер В Крупной Иностранной Компании Это мое Последнее Место Работы В которой Работало Около Четырех Тысяч Человек И Фактически Я У меня Был проект По Аутсорсингу Логистике Нужно было Сделать Всю инфраструктуру Логистическую Этого Огромного Интернет Магазина Международного На Аутсорс Чтобы другие Более мелкие Магазины Могли заходить И пользоваться Этой Инфраструктурой Это Очень Очень Стрессовая Работа В плане Того Что Ты Фактически Контролируешь Работу Семнадцати Подразделений Начиная От разработчиков Заканчивая Складом Работаешь С несколькими Локациями Работаешь С клиентами Работаешь С руководством Короче Это Просто Жопа Каждый День На Этой Работе Где-то В два Часа дня От Нервного Напряжения У меня Начинался Дергаться Глаз Вот так Вот Просто Сам Самопроизвольно Когда я Приезжал С этой Работы Я Садился Дома Садился В кресло И я Вообще Не хотел Чтоб Меня Кто-нибудь Трогал Я договорился С девушкой Что Я приезжаю И час Она Вообще Не замечает Что Я дома Настолько Не может быть Звук Глухой Потому что Я вижу По фейдерам Что Гейн Практически В ноль Это Очень Сильно То есть Если я Сделаю Громче У многих Клиповать Начнет Я Конечно Могу Мне Не сложно Но Должно Быть Вот реально Где-то Вот так Не может Быть Он Глухой Звук Может быть Странный Блин Я не знаю Звук Странный Звук Странный Потому что Я его Так Настроил Может быть Я херово Микрофон Подключил Сейчас Да нет Все хорошо Должно быть А Все Я понял Что это Это Гейт Давайте Я гейт Закручу Ну Так Шум Появляется Нет Гейт Я откручу Обратно Теперь Петля Теперь петля Раз Два Три Раз Два Три Так Теперь Должно Быть Хорошо Точно Все Короче Ничего Я не буду Трогать Я слышу Что Нормальный Звук Я слушаю Свой стрим В наушниках Так На чем Я там Остановился Короче У меня Была Очень 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 Сильно Стрессовая Работа То есть Блин Я даже Не знаю Как это Объяснить Ты В постоянном Напряжении 24 Часа В сутки Ты в постоянном Напряжении Потому что Что-то Случается Тебя Трахают Из-за Границы Тебя Трахают Из России Тебя Трахают Клиенты Ты Согласовываешь Договора Следишь За выполнением Ахиллярда Задач Выполняешь Ахиллярд Задач Своих Которые На тебя Скидывают Которые К тебе Короче Платили Там Очень Хорошо Очень 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 Хорошо У меня Была Я не знаю Стоит ли Это Говорить Не стоит Не стоит Наверное Говорить Сколько я Зарабатывал Но много Так вот Меня все Это Настолько Затрахало Где-то Через Год Что Я Решил Что Enough Хватит Работать На дядю Проделать Что-то Свое И У меня Были Клинтосы С бабками Из города Долгопрудный И Они Они Мне Сказали Пиши Бизнес План Мы Дадим Тебе Денег И Конечно Моим Текущим Хобби На тот Момент Было Вейпинг И Вейпинг Тогда Был На Огромном Подъеме И Я Решил Открыть Сеть Вейпшопов И Когда Дело Дошло До Момента Того Что Нужно Строить Маркетинговый План Забавно Что в наушниках Почему-то Так все Не отвлекаюсь Короче Вам интересно Или не интересно Или давайте Я буду Распаковывать И рассказывать Про вот эту штуку Мне самому Интересно Что там Внутри Слушай Я Ну Я тоже Из региона Я Жил в Курске И В Курске Я на руководящей Должности Получал 50 тысяч Рублей Мне этого Было очень мало Поэтому я Переехал в Москву И начал работать В Москве Где я до сих пор И нахожусь Короче Мне сказали Пиши бизнес план Мы дадим тебе денег Я начал писать Бизнес план Нашел поставщиков Нашел товар Составил список Всего необходимого Нашел аренду Нашел торговое оборудование Короче Все нашел Остался пункт С маркетингом Мы хотели Открывать Ну как мы Получается Они мне дают бабки Я все делаю Прибыль мы делим Пополам То есть Все контролирую Всем занимаюсь Я Они просто Как инвесторы Получают прибыль Со своих денег К 50% Так вот Я начал составлять Маркетинговый бюджет И те инструменты Которыми я пользовался Ранее И знал Как они работают Это Google AdSense Яндекс Я уже не помню Как они называются Короче AdSense Короче AdSense И Яндекс Забыл Короче Как Как у Яндекса Называется Этот сервис Ну грубо говоря Рекламу контекстную Покупать Гнать трафик На сайты Гнать трафик В офлайн магазины И тут я Охерел Потому что Как бы я не углублялся Никогда в эту тему С вейпингом Я Мне просто нравилось Там Посмотреть Обзорчик Алекса Посмотреть Обзорчик Батарейкина Заказать Себе Какую нибудь Новую Херню С Фастэка Ну в общем Мне по приколу Было И Начал Составлять Маркетинговый Бюджет Все AdSense Не работает Блин Не могу Отвлекаюсь На чат Начал Мониторить Рекламу В социальных Сетях И я Просто Охерел От того Сколько Она стоила Ну там В стиле 500 долларов 600 долларов За Один ролик Чтобы вы понимали Реклама На каналах Которые Намного Больше Чем Даже Сейчас Топовые Каналы По вейпингу Она Стоит Ну Копейки То есть Реклама На канале Там 200-300 Тысяч Подписчиков Которые Снимают Всякую Херь Там С Алиэкспресс Ну стоит Там 2-3 тысячи Рублей А Реклама На каналах По вейпингу На тот момент Стоило 600 долларов 700 долларов 500 долларов 300 долларов За один ролик Или там За какой-нибудь Логотипчик Ну что-нибудь Такое И у меня Что-то Прям Пригорело С этого Всего И я Подумал Тогда У меня Будет Своё Казино У меня Была Камера И Так как Я ждал Денег Мне было Делать Нехера Я думаю Запишу Ролик Камера У меня Тогда Была Sony Альфа 55 Это Камера С полупрозрачным Зеркалом Ну то есть Типа Зеркалка Но как бы Уже Такой Переход От зеркалки К беззеркалки Это был Максимально Всратиший Ролик Он возможно Еще есть На канале Там Плохо Выставлен Ракурс Я примотал По-моему Что-то Там Скотчем На раздолбанный Штатив Да Показывал Я эту Камеру Она у меня В шкафу Лежит До сих Пор Вот И что-то Я снял Этот ролик Столько Говна В комментариях Я никогда Не выслушивал Ну как бы Не обитая Вот в этом Ютуб Поле Ты вообще Редко Так-то От людей Знаешь Говно Слышишь Ну может У тебя Там Какой-то Супер Босс Наорать Там Если ты Что-то Сделал Не так Там Или Клинтос Если У него Какие-то Серьезные Проблемы Ну я думаю С этим Многие Сталкиваются Но когда Тебя там Срут В комментариях Знаешь Ты читаешь 40 человек Там Говорят Что это за Говно Что это за Говнище У меня И с этого Подгорело Думаю Начал Смотреть Видосы Короче Как что Снимать Как что Выставлять Как что Монтировать И Качество Роликов Оно Начало Быстро Расти В итоге Я начал В этом Разбираться Ну как Я тогда Думал На самом Деле Нет Нихера Я делал Все такое же Говно Просто Немножечко Получше В годы Подъема Вейпинга Я тебе Скажу Что я На канале Зарабатывал 300 тысяч Ну А Когда я Работал В компании В международной И делал Вот этот проект Я зарабатывал Больше То есть Ну Понятно Что это Хорошие деньги Сейчас я Столько Не получаю Но Были Такие Времена Но Кстати Если Брать В расчет То Что Сейчас Я занимаюсь Еще параллельной Съемкой Ну то есть Я какие-то Коммерческие Проекты Снимаю То получается Неплохо Но Я не скажу Что я хотел бы Этим всегда Заниматься Именно Съемкой Видео Короче Я начал Снимать Ролики И У меня Очень быстро Набрались Просмотры Я старался Их делать Интересными Искал Какие-то Заковыристые Интересные Темы Очень выстрелил Самозамес Потому что Мне самому Нравилось Заниматься Самозамесами Жидкости Тогда Стоили Очень дорого И Самозамес Получался Намного Выгоднее Зачастую И превосходил По вкусу Коммерческие Жидкости Где Старались Просто Отжать Можно так Сказать Рынок То есть Делали Минимум Ароматизаторов И максимум На них Наценки Сейчас Такого Уже нет Сейчас Очень Многие Жидкости Что Мне Присылают Они Прям Реально На уровне И намного Круче Вот Того Према Который Был В то Время Вот Текущие Сейчас Российские Жижки Ну Я был Не единственный В этой Теме Он И сейчас Есть Просто Эти Самозамесы Уже Нафиг Никому Не нужны Я Их Перестал Делать Может Сделаю Еще Там Что Нить Попробую Но Они Очень Мало Кому Интересны Да Мне Тоже Не нравилось Покупать Жидкость Задорого Почему Я Начал Делать Самозамесы Я Не то Чтобы Жадный Но Я Довольно Рациональный То есть Я захожу В вейпшоп И вижу Бутылку Атмоса За 800 Рублей Я думаю Бутылка Атмоса За 800 Рублей Хм А что Еще Могу Купить За 800 Рублей Могу Себя Купить Новую Железяку Блин Ну Новая Железяка Для вейпинга Мне Интереснее За 800 Рублей Чем Жидкость Атмос На 30 Млитров А сколько Будет стоить Жидкость Если я буду Делать Самозамес Там Столько То Столько То И История Которая Я рассказывал Раньше Это Опять Вот Этот Мой Рационализм Мать его Я мог Поехать Со съемки На такси Я мог Поехать Со съемки На каршеринге Потому что Мне сразу За съемку Заплатили Денег Но я смотрю Там Каршеринг Хм Ну 350 400 Рублей Выйдет До дома Такси 600 Нет У меня же Есть гироскутер Поеду На гироскутере И в итоге Мне это Боком Вышло Я еле Все Дотащил До дома А там Когда я Уже Когда у меня Уже Гироскутер Разрядился Блин Не могу В горле Запершило А я Себя Попить Не Подготовил Короче Когда гироскутер Уже Разрядился То было Одинаковое Расстояние До Метро МЦК И до Обратно Возвращаться До Каршеринга Так вот Опять забыл Сбился А Начал Снимать Видосики Постоянно Улучшать Их Качество И Что Удивительно У меня Появились Рекламодатели Мне Начали Предлагать Самому Снимать Рекламу Но Я Тогда Особо Серьезно К этому Никак Не Относился Ну Произошло Жидкости Мне Начали Присылать Аромы Мне Начали Присылать Железо Мне Начали Платить За Это Мне Было Прям Вообще По Кайфу То есть После Моей Предыдущей Работы Для Меня Это Я Не Знаю Какое То Творчество То Есть Мне По Кайфу Что То Снять Мне По Кайфу Посмотреть Как Правильно Выставить Свет Мне По Кайфу Посмотреть Как Правильно Покрасить Видео Ну Я Даже Научился Красить Видео Вот В этом Сраном ОБС По Моему Сейчас Включен Лут Ну Ка Посмотрим Фильтры Да Вот Смотрите Я могу Лут Выключить Вот Так Вот Выглядит Исходная Картинка С камеры Ну Чтоб Вы Понимали Вот Типа С покрасом Без Покраса С покрасом Без Покраса С покрасом Без Покраса Оставим С покрасом Неплохо Смотрится Ну 08 Кстати Неплохо Было Давать Не просто Рецепты А что-то Типа Школа Миксология Я Периодически Снимаю Такие Ролики Но Опять Ж Блин Не хочется Делать То С чего Ты Не получаешь Никакого Отклика Вот Ты Сидишь Снимаешь Этот ролик День Ты Пишешь Сценарий И День Ты Снимаешь Ролик И Монтируешь Ну Полтора Дня Где-то Уходит На Один Ролик И На Нем Знаешь Типа 200 Просмотров И Ты Понимаешь Что Он Никому Особо Не Интересен И Мотивация Делать Такие Ролики Сложные Она Пропадает Это Я Про Школу Миксологии Да Это С Влог ПП7 Профиль С Влог 2 Что Еще Какие-то Вопросы Есть Или Приступим К Вейпингу Вейпинг 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 Какого Будущее Вейпинга Это Станет Либо Очень Нишевой Такой Темой Потому Что Сейчас Идет Эдакий Хайп Не на Вейпинг А на Вот Эти Сраные Пакетики Снюс Сейчас Вся Молодежь Херачит Снюс К Чему Это Приведет Какие-то Люди Останутся На вейпинге Но Их Будет Не так Много Из-за Чего Рынок Сам Начнет По себе Схлопываться Производителям Не будет Интересно Даже Не Производителям Все Начнется С Потребителей То есть Все Орали За Школьников Но Вот Школьники Пропали И Что Все Начинается Задница Потому Что Никто Не Покупает В Магазинах Магазины Не Покупают У Поставщиков Поставщики Не Покупают Производителей Производители Просто Берут И Диверсифицируют Бизнес Они Просто Направляют Свои Производственные Мощности В Какой-то Другой Продукт Который Будет Требовать Ну Который Больше Пользуется Спросом Потому Что Им Производить Мало Неинтересно Дистрибьюторам Если Они Производят Много Они Могут Продавать Дешевле Если Они Производят Меньше Они Оборудование И так далее Дистрибьюторы Не хотят Покупать Дороже Соответственно Сокращают Объем И сокращается Производство Сокращается Производство Увеличивается Цена Увеличивается Цена Дистрибьюторы Берут Меньше У дистрибьюторов Соответственно Тоже Увеличивается Цена Потому Что Никто Не хочет Свои Бабки Отдавать Увеличивается Цена Для Шопов Увеличивается Цена Для Конечного Потребителя Начинают Еще меньше покупать. Ну то есть это схлопывание. Такая коллапс. Ну ни к чему хорошему это все не приведет. Останется очень нишевая какая-то тема. Вряд ли какое-то уже сильное развитие получит в плане технологий. Ничего нового уже никто придумать не будет. Всем бохеру. Ну вот просто останемся мы, кто парит. Хотя я вот в последнее время вот с этой штукой все время гоняю. Это Joyetech. Joyetech Exit Grip. Короче, мне он начал очень нравиться. То есть я использую к примеру дрипку только для обзоров. Блин, а вы видели какую смолк китчен сделали линейку? Я вам просто покажу совместно с Милкманом. Вот это коробочки российского производителя. Блин, камера за глазами следит. Просто посмотрите, как это топово выглядит. Это коллаборация Милкман и Смолк Китчен. А внутри вот такие вот стандартные смолк китченовские бутылочки. Я еще не пробовал. Я вчера должен был сделать обзор на нее, но у меня у девушки в очередной раз спина стрельнула, и мне пришлось ее с работы забирать. так, ну знаешь, я сейчас, так, что-то интересненькое, да? так, Артур, ну что у моего просмотров там немного, ты сам немного виноват. пропал на долгое время. Но я же не просто так пропал, это все вот эти вот депрессники. Когда нет просмотров, тебе не хочется снимать. Я пропал на долгое время не просто так. ППЦ. Половина производителей жижи начали делать это говно пакетики. Я не знаю про что ты. Но знаешь, я сейчас больше, сейчас вижу людей с вейпами. Это не так. Сейчас ты видишь больше людей с айкосами. Это те люди, которые когда-то купили себе вейп. Но вейп им уже давно надоело. И теперь они парят свой мажорный айкос за пять тысяч. Так, они везде стоят. Каждый второй школьник глотает снюс, все правильно. А каждый второй взрослый курит айкос. Снюс он не виден со стороны, потому школьник никто... Да. Снюс не виден со стороны, поэтому школьникам никто за него по шапке не даст. Все верно. Снюс по мне так хуже вейпинга, так как он прожигает губную оболочку, чтобы попал в мозг никотин. Да, ты правильно говоришь, только он не губную оболочку прожигает. Он прожигает слизистую. И это способ... Там... Я не помню, что за компонент. Что-то типа извести, по-моему. Короче, он, по-моему, очень высоко щелочной. И чтобы слизистую попало, ее нужно, типа, травмировать. И так он попадает в кровь. Все правильно. Давай уже вскрывай, если сам хочешь. Вопросы могут потом задать. Пробовал Милкома шоколадный. Как по мне, вообще не зашла. Хрень полная. Ну, у Милкома очень большая линейка. Вообще, очень хорошая жидкость. Мне нравится. Брал орик в папироске. Деньги на ветер. Вот поэтому нужно ездить в шопы. Когда ты берешь дорогую жидкость, нужно ездить в шопы, где можно ее попробовать. Потому что, если она тебе не зашла, то это очень дорогое, знаешь, такое обучение. Есть в Москве, например, вейп-шоп-станция. И там ты можешь попробовать любую жидкость, которая у них стоит. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сейчас не знаю. Батарейкин и Краснов уже вышли обзоры на эти жидкости. Надо будет попробовать потом. Кто такой Краснов? Пробовал ванилу Милк энд Кукис от Смолк Китчена. Мне понравился вкус. Последние Айкосы вроде больше стоят. Да, там по 6500 есть. Я снимал видос, есть Айкосы по полмиллиона рублей. Из золота с карбоновыми вставками там и так далее. На работе у нас практикуют на свай. Ну, у нас тоже практикуют на свай. Я часто вижу, как таксисты его сплевывают на светофоре. Айкос пердёж в ладошке. Правильно. Ну, вот людям нравится. Сходи за водичкой, а то будешь сидеть и мучиться. В Питере не знаю шопов, где можно премки пробовать. Ну, в Питере, к сожалению, я тоже не знаю. В Москве вот есть станция. Так, я сейчас реально схожу за водичкой. Я вам оставлю вот эту офигительную штуку. Мне очень нравится её дизигн. И оставлю вам вапорессы, чтобы вы ими любовались. И включу режим, чтобы она горела, как свеча. Просто вау. Так, и сейчас мы ещё сделаем, чтобы она ещё... Вот так вот. И чтобы она освещала люкс. Отражение. Вот так. Всё, я пойду за водичкой схожу. Ламп на Алиэкспрессе заказал. У меня их три или... Да, три. Три, и они все синхронизируются между собой. Вот я сейчас на этой включил. А вот там вот, если ты обратишь внимание... Внимание, вон они. Ещё стоит две такие. Они тоже переливаются, как эта. И если я, соответственно, сделаю эту тише... Или вообще её выключу, те тоже выключатся. Вот так вот это работает. Очень кайфовая штука. Это называется... Xiaomi Candela. Candela свеча переводится. Так, всё, я за водичкой. Музончик и навалю. Так, всё, я за водичкой. Так, всё, я за водичкой. Так, всё, я за водичкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну вроде бы ничего не пересвечено. Причем фишка это лампа, что в ней еще есть свой аккумулятор. Она у меня сейчас подкнута в зарядку, но ты, к примеру, можешь взять ее куда-нибудь с собой. Она довольно долго работает от встроенного аккумулятора. Но я их покупал на какой-то алишней распродаже. Они стоили тысячи, наверное, тысяча двести или тысяча пятьсот. А сейчас их в том же магазине продают по три косаря. Ну, если ты, конечно, готов отдать три косаря за такую штуку, то я могу тебе скинуть ссылку просто мне в ВКонтакте. Напиши. Мне просто пока... Я давно хотел, а потом увидел, что они подешевели в два раза на распродаже. И заказался сразу три штуки. Теперь мы с ними романтики устраиваем на балках. А, музыку, да, простите. Так. Ну что, может быть, м? Или просто поболтаем дальше, посидим. Да, все правильно. Xiaomi Candela. Это Xiaomi Candela. Ладно. Давайте открывать вопоресса. Так, наверное, нужно сделать более открывальный ракурс какой-нибудь. И немного сползти. Так, если я буду делать это вот здесь. Да, будет, наверное, хорошо. Так, что? Приступим. Аккуратненько вскрываем девственного паресса. Вот, блин, они любят, да, воровать у Apple? Могли бы сделать упаковочку открывающуюся, как у Apple. Было бы клево. Можешь открыть почти Apple, но задешево. И тогда бы владельцы Apple так не кичились своим крутым открыванием коробочек. Давай, вопоресса. Набирай воздуха. Не выпадает сама. Что же нас там встречает? Китайцы положили мне бумажные вопоресса вместо настоящего. На самом деле нет. Хоба. Посмотри, вау. Кстати, выглядит... Выглядит оно очень круто. Так. Фау, вопоресса и сик, ту виму, спешил прайс. Кто хочет. Кто хочет more special prizes, то вот. Фау, вопоресса. Так. Просто посмотри, вау. Выглядит он очень-очень-очень круто. Просто ультра-топово. Большой фаер из обработанного алюминия. Выглядит очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. Я не знаю, сколько эта штука стоит. Я не проверял. Блин, он очень клёвый. Я не знаю, брак у меня в покраске или нет. Но если обратите внимание, у меня вот там вот в уголке какое-то синее как будто налитое такое пятно видите я не знаю должно оно быть или нет в остальном очень красиво и прям такой fire у него клёвый это же fire я думаю fire да и у него сенсорный экран должен быть блин прям очень красивая штука передок за лапках ну давайте проверим на залапки ну ляпается да ну и мой отпечаток так как тебя собрать братан только не говори что те 2 батарейки нужно тебе нужно две батарейки давай попробуем найти что не заряженная от 5k стоит kit но бак думаю обычный бак да на сменечках на сменечках бак обычный бак на сменечках но сменечки вроде неплохие другой вопрос будут ли потом доступны эти сменечки в открытом доступе вторая батарейка так вова он еще с вибро с вибро откликом так одна батареечка разряжена очень клёво прям максимально клёво выглядит это потом все будет царапаться и что ты навечно его берешь я беру устройство чтобы им пользоваться чтобы пользоваться им с кайфом я не использую силиконовые чехлы я не использую пленки на экраны не использую стекла на экраны и обычно это все продумано я использую вот эти чехлы только для того чтобы мне не отваливался сзади держатель для автомобиля автомобиля магнитный потому что если ты эти чехлы не используешь то вот эта штука она очень быстро отклеивается сзади то есть телефон снимаешь эта штука на магните остается а телефон у тебя в руке только поэтому я юзу вот эти чехлы чтобы они держали этот держатель для автомобильной этой магнитной такой типа почему бы не пользоваться устройством с кайфом вот так мне им пользоваться с кайфом ну а царапается он ну что такого страшного вот что ты с ним дальше планируешь делать думаешь что его задорого продашь если он будет в идеальном состоянии посмотри мою барахолку нет чувак это не работает сфокусируйся на нем вторую пленочку и прям с кайфом вообще очень красиво сделанная штука я первый раз вижу так клёво выполнены полностью девайс конечно же там есть воздушная прослойка конечно же там есть не у лет экрана tft он не глубокий черный но все равно когда ты покрываешь машину лаком и полируешь чем это отличается от поклейки стекла на телефон а тем что я не трогаю свою машину руками мне не нужно тактильно и и ощущать следующее тем что покрытие машины лаком влияет только на ее внешний вид я не увеличиваю габариты машины не на не накидываю туда 20 сантиметров говна это было бы эквивалентно в толщине вот возьми телефон свой если он у тебя в чехле и подержи его в руках без чехла насколько он тоньше и приятнее лежит насколько он эргономично продуман под то чтоб его использовали без чехла экран вот этот который налепливают он добавляет еще миллиметра 2 толщины он становится толще и у меня сразу возникает ощущение что я пользуюсь не современным телефоном а какой-то nokia 3310 nokia 3310 шикарный телефон но носить бы я его сейчас не стал я тоже когда-то этим заморачивался я заморачивался пленочками стеклышками матовыми пленками на потом я просто пришел к тому что вот так вот пользоваться намного приятней это устройство пойдет на барахолку мне не нужны еще моды батарейным я пользуюсь где-то он только что падал не так давно тут не его видел я пользуюсь с моду с колоссал и типа ну зачем мне новые вот меня он устраивает я его юзую в этом плане я довольно просто отношусь к этому всему так посмотрим что там еще есть запасное стеклышко резиночки и наверное макулатура книжка в аппарасовская гарантия у них очень крутые кабели микро юсб он такой в металлической оплетки короче прикольный у меня такой есть от чего-то а и там еще есть запасной испаритель но если кому-то эта штука интересна и вы говорите он новый стоит 5к и он кому-то нужен то поедет на барахолку но там еще что то есть что это такое что мне с этим делать что это это наверное знаете что это защита для баба стекла наверное для вот этого бака чтобы если типа это его уронишь чтоб стекушка не разбилась типа вот так вот одевается это вот для любителей чехлов как раз в аппараса вас заботится вот они вам положили силиконовый чехол на стекло бака чтобы он не разбился при падении это не бак у вас модуса нет не софт-тач обычная покраска прям обычная обычная такая краска не знаю на какой-то порошок похоже какая-то порошковая покраска короче она такая можно увидеть вкрапление да не смотрите на мои глаза камера но я думаю что это порошок короче я не буду это натягивает но вот вы знаете что здесь есть в комплекте чехольчик силиконовый для того чтобы вы могли защитить свое стекло да можно сказать презерватив для стекла а бачок называется с к р р с танк вот его название кому интересно это мои глаза увидела камера перестань с к р р с танк вот так вот так пробовать его будем мы или не будем давайте я накручу туда им тель свой там уже в принципе пароватку поменять но делать мы этого конечно же тоже сейчас не будем поэтому по парю как пойдет так и посмотрим как это смотрится блин вид конечно у него шикарный интересно конечно что это за стекло ну типа если это горилла глаз то царапаться но не должно особо то есть как на телефоне алексей федоров приятного блин экран короче сенсорный или не сенсорный ухты у него еще вот тут вот светится слово люкс светится же а ну-ка сюда свет да прикиньте светится очень клёво мне нравится и я случайно зашел в меню модов так варевольт вареват термоконтроле что такое diy интересно прикиньте тут короче прям мне он не сенсорные короче здесь вот снизу подсвечены кнопки да перестань ты за моими глазами следить вот они кнопочки и короче на них когда нажимаешь происходит переход давайте посмотрим что такое diy а как заходить в них может на fire господи что это за режим непонятно так ладно кому-нибудь интересно лазить по меню нет у меня не осмотру софт-тач покрытием это осмотру с колоссал у него нет софт-тач покрытия эти уверяю в этом короче идете вы такой по улице у вас спрашивают а который час вы достаете свой вейп и говорите что сейчас 0021 уже 0022 если обратите внимание вот тут в угле в углу а ну вот здесь есть короче часы то есть это скорее всего какая-то операционная система от какого-нибудь дешевенького телефона наверное сюда впилена блин попарить я короче его не смогу но в комментариях пишут что жарит он нормально мне нет 2 заряженной батарейки а искать ее сейчас не очень хочется по девайсам короче вердикт выглядит он просто пушечна и вот этот большой фаер и опять камера нам не сфокусировалась давай дивусь показывай короче клёвая штука в осмотру все одна батарея и я думал об этом она к сожалению тоже уже на грани там так что не судьба но очка это наверное один из самых красивых девайсов которые у меня были мне еще на роль очень нравится вот осмотру из стабилизированного дерева называется по моему луна склонг вот я его чисто себе оставил потому что мне нравится как он выглядит и наверное все все остальное выглядит обычненько так ладно этот братишка мне прямо понравился такое редко бывает на самом деле очень клёво сделанный девайс вернем тебя в пленочке чтоб никто не расстраивался кто тебя найдет на барахолке вторую пленочку потерял если что в комплекте без одной пленочки и без моих разряженных аккумуляторов вставь зарядку если я вставлю зарядку у меня один аккумулятор заряжен на сто процентов а другой на сто процентов разряжен вряд ли что-то хорошее выйдет из того что я вставлю зарядку туда нужно будет просто аккумулятор зарядить в аппараса он не борт 40 него паразит прям вообще молодцы мне нравится я даже не ожидал что настолько понравится я просто первый попавшийся схватил и подумал что ну окей какая-то стартер кит игрушка не юзайте батареи тут написано с поврежденной термоусадкой может быть говорят опасно здесь часть же был батареи с более или равно 35 ампер короче красавчиком даже складывать его хочется в эту коробку аккуратненько так где-то мой братишка оба не купят себе оставлю х и буду юзать короче люкс с мне понравился да там вдали стоит овершейк вот эта вот тема я на нее должен был еще вчера сделать обзор но к сожалению мне не получилось поэтому обзор выйдет скорее всего завтра потому что сегодня я решил потестить звук вот так вот он кстати должен быть поинтереснее если я буду близко разговаривать к микрофону будет создаваться эффект присутствия как у топовых стримеров так вердикт по в аппараса мне очень мод понравился как выглядит я им к сожалению не пользовался потому что у меня нет заряженных аккумуляторов я вей плох хотел под я думал вообще что он на одну батарейку а если ты спрашиваешь про овершейк то я его еще не пробовал к сожалению я все распаковал он себя выставил на обзор но у меня руки не дошли не я вчера девушку отправлял в курск она поехала к маме на день рождения я не смог с ней поехать потому что у меня сегодня съемки лучше пение ездил на эти съемки про что я говорил то барахолка да вконтакте в группе заходишь там такой чувак нарисован я тебе покажу так заходишь ты такой вконтакте заходишь в группу в мою и тут вот такая вот тема друзья добавил барахолка много много всяких интересных штук мехи там всякие такие вот дела вот чужихки добавил даже процессор добавил заходи чекай это заходишь здесь все красиво сфоткана на хорошую камеру с красивым фоном есть всякие американские жижки есть вот еще целая линейка вот здесь просто литр жидкости за 2 200 американская удивлен что я до сих пор не купили жижки всякие железки там так вейпмx кстати купили вчера его уже нет вейпмx купили так это из того что я добавил и если в группе посмотришь на стене буквально два поста вниз три там я еще выложил это новое поступление того что я еще не разбирал в среднем цена в два раза ниже чем новый это девайсы от других обзорщиков грубо говоря на них сделали обзор и положили обратно в коробочку там мехи есть кому интересные моды кстати почти все купили те что купили я удалил вот остался вот такой evic tesla вот это какая-то непонятная штука от их про вапу дрэк есть я знаю многих любят я и сам люблю все кроме эргономики вот ну и может там еще чего в коробке разглядите вот так и еще есть целая вот такая вот линейка вот по россии до отправляя за сколько брал овершейк мне прислал смол китчен я очень рад что смол китчен присылает мне свои новые жижки я их люблю салам с казахстана и тебе салам так ну что теперь давайте разыграем какую-нибудь штучку из коробки так коробка где же мне коробка с девайсами а вот давайте разыграем первое что я оттуда взял потому что друзья я в душе не знаю что это такое я это даже не открывал это мне когда-то прислали и это богоподобный большой медведь от их про вы просто обязаны выбор выиграть себе большого медведя от их про держите подальше от детей животных не продавайте персонам кто не достиг парительного возраста и не юзайте им беременных женщин так что это все что я о нем знаю все что производителя решил оставить на упаковке еще я знаю что он черный big bear black и как бы все как бы все security код есть можете проверить он оригинальный вот такой большой медведь надеюсь он не нападет на вас когда вы выиграете его и откроете а там прям только медведь на вас нападает так что нужно сделать чтобы выиграть себе большой медведь от эх про а нужно вконтакте репостнуть короче а давайте запись с этим стримом вот она там висит сверху где-то сейчас я напишу розыгрыш большого медведя за репост стрима ха так сейчас я ссылку на запись скину а чё за медведь а я не знаю чё за медведь я его даже не открывал это большой медведь от эх про видишь написано big bear их про все тут тут больше нет никакой информации я думаю что это какой-то баг может быть дрипка пусть это будет сюрпризом модель big bear все вот я те говорю все что они решили написать это вот эта информация big bear black казахстан участвует до в казахстан наверное я могу отправить не могу отправить в украину разворачивает таможню все так ну что ссылка то на запись хоба эх про big bear rdta чтоб вы знали это rdta тут даже нигде не написано что это rdta их про красавчики почему бы и нет вот я вам все часа покажу грани здесь нигде не написано что это не где это клон limitless rdta но limitless многим нравился короче кому интересно участвовать вот я вижу пока только один репост так что давайте разыграем его через 13 минут вообще не знаю нужен ли мне поп-фильтр на таком расстоянии брон чильды мтл rdta рекомендую от хелмейзера так чё еще какие-нибудь будут вопросы какой вейп сейчас юзаешь и где тишина и сабзира тишина и сабзира вот там вот на полочке стоят их и юзу их я юзую для обзоров жидкостей а с собой в основном таскаю вот такой вот маленький джойтек эксид грипп джойтек эксид грипп мне очень нравится я наверно даже буду готов на него сменники купить он прям кайфовый если я их найду конечно же очень долго работает на этих сменниках я уже наверно месяц им пользуюсь и до сих пор нормальный вкус а парю на нем в основном солевую так какой репост скидываю ссылку в чат репост вот этой записи со стримом потом включаю демонструцию экрана и мы разыгрываем его так а дейстер у меня работает да работает уже 12 участников разыгрываем через 10 минут сейчас 1850 у меня показывается в 19 00 как я начал парить чего все начиналось я даже показать могу так где тут у меня что потерялся немножечко в своих окошках так как я начал парить если зайти на мою страницу вконтакте и немного пролистать это кстати хаусбот кто сначала смотрит хаусбот кто ты дом или яхта хаусбот это на 2 на 90 процентов дому на 10 процентов речная яхта прикольная очень штука это реально дом на воде то есть там внутри трехэтажный дом со спальнями с кухни и он может плавать на реке ты можешь в нем жить и просто припарковаться в любому такому порту подключиться к электричеству там розетки стоят для всех яхт короче прикольная штука мне понравилось очень так я же надеюсь там экран показывается да показывается вот мой первый вейп вот так я выглядел в 2012 году это эго те я просто шел по торговому центру увидел палаточку и спросил что это такое мне сказали это новомодная штуковина электронный вейп можно курить где хочешь законом не запрещено на 95 процентов безопаснее конечно же таких шуток тогда не было ну в общем я люблю все новое так алексей вот еще раз ссылку скину короче стоил набор из двух эгошек тогда 3400 рублей это очень дохера было это еще блин ну эти эгошки короче на них тогда прям наваривались и это была прям такая палаточка и короче я себе купил вот с другом своим это рамиль мы купили на двоих этот набор и поделили на двоих эти эгошки и вот так вот я начал парить тогда на меня смотрели как какого-то я не знаю супер космического чувака что я из ручки дым пускаю какого хера вообще происходит тогда люди вообще не знали что это точно так же на меня смотрели кстати когда я купил гироскутер они только появились и я до сих пор на нем катаюсь наверное у меня уже аккумуляторы подсдохли потому что сегодня я очень жестко с ним обломался хотелось бы конечно пожестче слово сказать но двенадцатый год это сколько лет семь лет назад да семь лет назад мой первый вейп у нас один стоит стоит сто пятьдесят или девяносто пять медиамаркте но это сейчас он стоит сто пятьдесят или девяносто пять тогда люди их покупали да тоже там по 70 рублей на алибабе привозили коробку и продавали по три с половиной тысячи а жидкости тогда назывались джойтек мальбора джойтек вирджиния джойтек кэмэл джойтек парламент я до сих пор помню потому что я их все время у них покупал так ну что я думаю все кому было интересно а ну еще пять минут я куда-то тороплюсь блин так давно фоточки вконтакте не смотрел что у меня вообще здесь есть это я хачапури по-аджарски делал очень вкусно получилось и кстати очень легко готовится при том что тесто я тоже сам делал это я делал бастурму из куриной грудки тоже очень легко делается правда очень долго но очень вкусная штука получается вот тоже откуда-то 2016 год это как раз начало канала было три года уже блин это я в дамбай это мое предыдущее хобби до вейпинга вот тут даже есть что я когда-то был худым какие же блин старые фотки да мы с мишей хорошо знакомы он даже пару раз у меня оставался ночевать когда в москву на выставке приезжал мы с ним все время тусим ну обычно это проходит во время вейп экспо в каком-то видосе он даже есть он с меня там типа стряхивает что-то сейчас попробую найти довольно старый видос но наверное я мишу там разместил на превьюху ну вот все Продолжение следует... Продолжение следует... Плохо слышно, потому что звук из системы не заведен, то есть ты слышишь сейчас звук из наушников, которые сзади микрофона лежат. Так, ну ладно. 18.59. Еще минутка есть для тех, кто хочет залететь в розыгрыш. Вот ссылка на репост. Из какого я города? Изначально из города Курск, но уже довольно долго живу в Москве. У тебя пар не выходит. Это навык, чтобы не выпускать пар. Ну типа я вот эту штуку там в самолете парю, в кинотеатре, как мудак, но мне нравится. Особенно когда фильм там часа на два с половиной, я прям зависим стал от никотина на самом деле. Мне все время хочется парить. И вот я сижу в кинотеатре вот так. Все, пара нет. Что это за устройство? Это Joyetech Exit Grip. Это что-то среднее между MTL и подустройством. На него сменечки продаются и чисто как поды, а с не... Да сфокусируйся ты. Ну камера, перестань. Давай, сфокусируйся. Сфокусируйся на Exit Grip. Посмотри, какой он красавчик. Все хотят на него посмотреть. Где свет? Во. Exit Grip. От Joyetech. Короче, вот эта штука снимается. Вот сюда наливается жижоний. И здесь в комплекте два вида картриджей. Вот этот, по-моему, с неменяемыми испарителями. Да, этот одноразовый. А был еще один картридж, в котором Joyetech-овские испарики, вот эти дешевые, которые везде можно найти, как в iJust стояли. Да и они вообще дохера где используются. Ну, я, наверное, не знаю, куда я уже делал этот кабель. Подик. Так, добавь в описание свое повседневное устройство железоинфо себе, советик. Вот в аэропорту обидно парил, в туалете МТЛ пара нет, в зале ожидания сам. Да, 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 да. Слушай, мне вообще очень понравилась идея для аэропорта. Это использование одноразовых вот этих егошечек, которые по 200-300 рублей стоят. Там очень крепкий солевой никотин залит, и ее хватает тут как раз ровно на день. Так, ладно, давайте сейчас меняем ракурс. И будем разыгрывать штуковинку, потому что время уже подошло. Так, ВКонтактер. 22 человека участвуют в розыгрыше Большого Медведя от Эхпро. Оказалось, что это РДТАшка. И какой из картриджей вкуснее, с испариком или без? Вкуснее тот, который одноразовый. И он намного дольше работает. Я им пользуюсь уже месяц, а может быть и больше. Так. Розыгрыш ВК. Конкурс ВК. Выбор победителя ВКонтакте. Собираюсь запустить приложение. Так. Ссылка на розыгрыш. Ссылка на второе сообщество. Че? Если вы проводите совместный розыгрыш с другим сообществом, ставьте на него ссылку в это поле. Выбрать по репостам. Количество победителей. Один. Город победителя не имеет значения. Розыгрыш должен быть на первом месте закреплен на стене участника. Нет. На аватарке участника должен быть человек. Это каким же, мать его, образом ты определишь, на аватарке там человек или не человек. Исключить конкурсные страницы участников. Ничего не будем исключать. У нас такой лайтовый розыгрыш большого медведя. Без всяких там строгих правил. Единственное, что, как я и говорил, в Украину я не смогу отправить. И для тех, кто не с самого начала, отправлять я пойду не завтра, а только когда пойду отправлять девайсы с барахолки. Итак, вы готовы? Нажимаем выбрать. Бау. Приложение «Конкурс ВК работает без остановки. Он может получить список репостных проектов. Оно получает в начале список участников». Понятно. Список участников. Хоба. Дмитрий Крыков – постоянный зритель. И он уже выигрывает в третий или в четвертый раз. Дмитрий, мои поздравления. У тебя теперь есть еще большой медведь от Эхпро. Так, ну что. Давайте еще. Посидим. Так, а как-то можно это репостнуть теперь? Так. Сохранить скриншот. Сохранили скриншот. И вот здесь его разместим. Загрузки, загрузки, загрузки. Поздравляем. Так, все. Камера крупный. Камера крупный. И погнали дальше. Подстава. Точно. Даешь больше облаков с большого медведя. Большого медведя, он реально вот новый, невскрытый. Это невскрытый большой медведь, который уедет к Дмитрию. Надо его не забыть из барахолки удалить. Вот и повод к тебе родному заехать. Если лень заезжать, я тебе могу отправить. На самом деле. Это как тебе удобнее. Все куплено, все постаново. Хотите, я его еще с горки переверну, типа, что он сам упал. Может, откроем и посмотрим, что там, как думаешь, Дмитрий? Сен-Пола. Надеюсь, правильно прочитал. Хочет узнать, что внутри большого медведя лежит. Да там РДТ-шка лежит, которая на Лимитлис похожа. Мех я бы мог разыграть, но мехи, к сожалению, не мои. Почти все мехи, которые в барахолке, это мехи Сурова. Если вы знаете такого обзорщика вейпов, мистер Суров. Блин, у меня девушка в Курск уехала. На самом деле, мне еще нужно сходить коту еды купить, потому что... Обычно этим не я занимаюсь. Еще нужно еды себе купить. А я даже не знаю, что я ем. А я уже потерялся надолго, потому что уже 19.08. Так, скажите, кто не с самого начала, как вам звук? Потому что сейчас звук идет через крутой преамп DBX. То есть давайте вот сейчас звук с преампом, а сейчас звук без преампа. Звук с преампом. Звук без преампа. Звук с преампом. Супер звук. Ну и отлично. Я прям рад. Мне прям эта штука очень нравится. С ней реально можно делать теперь дикторский голос, если близко говорить, но это нужно прям реально что-нибудь озвучивать. И тогда он будет прям такой офигенный. Не может быть с преампом хуже. Без преампа он будет глухой, будет слышна комната. А преамп здесь еще есть эксайтер. То есть можно сделать вообще накрутить его. Вот так вот по максимуму вообще голос. ДФМ. ДФМ радио. Нет доступа к Джой Казино. Вбивай 3337722. Все же любят рекламу Джой Казино в халявных сериалах и фильмах. Спасибо за совет купить под кубик. Классный под, который сейчас пользуюсь тоже. Да, классный. Согласен. Мне очень нравится. Но он у меня сдох. Я пришел к тому, что мне больше нравятся девайсы, где есть кнопочка. Потому что вот эти китайские микрофоны, которые встроены в подики с датчиком затяжки, то есть там как схема срабатывает. Ну, как я ее понял. То есть срабатывает микрофон и подается напряжение на аккумулятор. И если ты этим подом долго не пользуешься и туда какая-то жидкость попала, она там типа кристаллизуется, я не знаю. Короче, он портится. И просто вот у меня полежал, наверное, недели три я им не пользовался. И просто у меня перестал работать датчик затяжки в кубе. Громкая музыка. Не может такого быть, что громкая музыка, она минус 35 децибел. Я говорю минус 10 децибел. Это не микрофон, это датчик. Так, мне привезли переходник. Я пойду курьеру дверь открою. Вы пока можете опять припалываться лампой. Поэтому небольшая пауза у нас. Ну вы поняли. Там между собой можете в чатике пообщаться. Алло. 16 этаж. На самом деле я, короче, заказал переходник, потому что... О, как меня искажает лампа, смешно. Я заказал этот переходник. У меня 25-этажный дом. С 25-го этажа, кстати, очень клевый вид. Короче, я просто сейчас всру косарь. Сейчас вы увидите, как это произойдет. Есть ли у меня косарь? Есть. Короче, заказал переходник. Думал, что вот эту штуку для звука, которую вы сейчас слышите, просто восхитительный звук, что ее можно подключить только через XLR. XLR у меня не было, короче. Ну, все сложно. Пришлось купить переходник на XLR, но пока я его покупал, мне увез курьер, я смог все настроить, запустить этот стрим и разыграть большого медведя. Играет музыка. Ну, здравствуй, мэпстратый косарь. Говорят, ньютрик крутая фирма. Но я не знаю, ни шари особо. Короче, вот такой переходник стоил косарь. Так, красивенько все поставим, как было. Можно вообще вот так сделать, чтобы вы все видели, что происходит. Теперь все знают, что Артур на 16 этаже. Ха! Может быть, я специально... Может быть, я специально вас запутал. Попробуй снижать дозу никотина. Или умрет. У меня сегодня была тахикардия, когда я тащил свой рюкзак с оборудованием, который весит 20 килограмм, и тащил, короче, гироскутер, который разрядился, блин, сначала 2 километра, а потом еще 2,5 до дома от метро. Зато я надеюсь, что я похудел от этого. Полтинник только накуривает. Если меньше, то в режиме соски. Блин. Я, кстати, постоянно солевой парю сейчас. Я прям подсел на солевой. Солевой вызывает зависимость. Курьер пришел. Может, я ему потихо ему сказал. Эй, братан, не 16 этаж. На самом деле, 12. Кона 12. 16. Неправильно сказал, чтобы меня не вычислили. Ну, типа того, вы поняли, да? А вам специально сказал 16. Прям так 16. Дёс-то норма от соли? Да. У меня, ну, вообще никаких негативных аспектов от соли вообще нет. А что может от соли случиться? У соли pH к вопросу дёсен. pH больше подходит под кислотно-щелочную среду слизистой нашей оболочки. Он поэтому и всасывается быстрее. Я слышал, как сказал здравствуйте. Он здравствуйте. Я ему еще на чай балтос дал. Потому что я должен был заплатить 943 рубля. Я ему дал косарь. Братан, все твое. Да, блин, просто дядька, реально. Не знаю, сколько ему лет. 50. И ходит, блин, доставляет переходнички. Крытые переходнички. Закосарь. Закосарь. Что думаешь по поводу Бака Револт? А в триллиардный раз повторяю. Вообще ничего не знаю про рынок железа. Вот настолько оно все одинаковое мне неинтересно. Я зато, знаешь, как удивился, когда вот эту штуку открыл, какая она красивая. Потому что я не знал, что там внутри. Ну, думаю, какой-то этот игрушка какая-то. Стартер кит. А оказывается, там суперкрутая штука. Внутри, если кто не видел, я сейчас покажу. Он просто топово выглядит. Поэтому по поводу Револта я ничего не могу сказать. У меня его не было. Я не знаю, что это. Я юзаю старое всякое железо. Блин, просто посмотри на эту штуковину. Она офигенна. А крышечка какая у него. Очень красивая штука. Тартура, если народ просит, то можешь вскрыть и показать. Ну что, открываем большого медведя, который принадлежит Дмитрий. Большой медведь. Открываем большого медведя. Девственное плева большого медведя. И внутри у нас просто бумажечка. Эх-про юзер-мануал. Биг-бир танк. И интрига. Бэйш. Большой медведь. Сверху можно сказать дрипка, а снизу емкость. Запасное стекло. Всякие резиночки. Заглушка есть на одну спираль. И, кстати, там даже какая-то нормальная намотка лежит. Что-то типа Клэптона или Фьюзет. Не, это Клэптоны. Вот. Большой медведь. Все, посмотрели. Из пакетика не буду доставать. Отдам Дмитрию приз незалапанным. Нульцевым большим медведем. Но вообще приятно выглядит. Я не знаю. Конструктив вот этот РДТАшный Лимитлисовский. Он, в принципе, хороший. Так, все. Запаковываю большого медведя обратно. Оп. Готово. Большой медведь. Как можно, блин, делать девайс и даже не написать никакого описания на коробке? Что там внутри? Как я должен знать, что это за большой медведь? Артур, добрый вечер. Твой Жижес из комьюнити просто пушка. Маслом прям обмазаться можно. Очень зашло. Андрей, я рад, что тебе понравилось. На самом деле масло там не супер дохера. Но все почему-то чувствуют по-разному. Я не знаю почему. Вот для меня там дохера клубники. Я изначально делал, чтобы там было на первом месте была клубника, на втором месте было масло и на третьем месте уже где-то на фоне была выпечка. Причем выпечка там необычная. Это аромка, короче, печенья курабье. То есть мы пытались сделать с разными всякими хлебушками, тостами, но получалась какая-то невыразительная херня. Поэтому там теперь курабье. Тоже твою жужу заказал, жду. Красава. Короче, мне два человека писали, что они не чувствуют клубнику. Оказалось, что все делал их на мотках. Короче, ребят, если вы просто не почувствуете клубнику, возьмите блин, вообще с любой жидкостью так можете сделать. Капните себе вот так вот на руку капельку и съешьте ее. Вы почувствуете настоящий вкус жидкости, какой он должен быть концентрированный. Когда ты паришь, он должен быть похож на это, но слабее. Еще какие-то нотки раскрывают при температуре, но основной вкус вы все равно почувствуете. на второй фобии масла много. короче, как оказалось, еще от девайса сильно зависит по маслу. А может быть, кстати, зависит от рецепторов. Или на хлеб налейте и съешьте. Ну, вообще вполне съедобно. Никотиновый хлеб. Никотиновый хлеб. Новая... Блин, как бы это выглядело? Реклама никотинового хлеба. Придумайте рекламу никотинового хлеба. Типа жидкость с никотиновым маслом для хлеба. бизнес-идея, точно. Устал парить всякую непонятную фигню? Никотиновый хлеб. Твой выбор. Владос 31 Рус. Привет. Давайте рекламу никотинового хлеба. Суров поехал на тех осмотр. Не знаю, где Суров. Он от меня в двух или в трех станциях живет метро. Нет доступа к Джой Казино. Никотиновый хлеб. Твой выбор. Как-то не закончено. Никотиновый хлеб, который убьет даже лошадь. Почему фото стрима с ним? Потому что мне его лень менять и мне нравится. Это вообще превьюшка какого-то видоса, где мы мешали рандомный самозамес, и у нас такая херня вышла. Так, устал парить одни и те же жижки и хочешь чего-то нового? Так попробуй никотиновый хлеб. Устал парить одни и те же жижки и хочешь чего-то нового? Так попробуй никотиновый хлеб. Хлеб, который убьет даже вошадь. Устал парить одни и те же жижки? Хочешь чего-то нового? Так попробуй никотиновый хлеб. Хлеб, который убьет даже вошадь. Запрещено парить? Ешь! Да, никотиновый хлеб вообще норм. не, вообще серьезно это же может так работать, но никотин вас попадет просто эндрогенно с хлебом, то есть это будет такой сладенький хлеб как с повидлом. Как относишься к батарейке нормально? Это чувак, который вообще первый начал снимать на российском ютюбе видео про вейпинг и у него они такие душевные мне нравятся. Никотиновая вода. Ты удивишься, есть никоретто никотиновый спрей, который ты берешь брызгаешь себе в горло и никотиновый спрей да. То спрей, а то вода да. Можно также никотиновую жидкость попить вместо воды. Она еще сладенькая будет. А может туда еще алоэ накрошить для текстуры и чтобы лечиться от всех болезней сразу. Основу двенашку. У меня я короче использую никотиновую основу у него крепость 250. миллиграмм короче это очень удобно просто несколько капелек капаешь и все у тебя там трешка шестерка никотиновый хлеб со шпинатом. Кстати о текстуре. Парил тунгуску да. Парил тунгуску даже где-то чуть-чуть осталось. Тунгуска очень ядреная. Но тунгуску стоит парить только если тебе нравится анис. Если ты не любишь анис тебе тунгуска может сильно не понравиться. Али Макса не смотрю. Ну пару раз может смотрел. Бородинский никотиновый. Почему не смотрю? Я не знаю. Я вообще мало видосов по вейпингу смотрю. Я в основном вот может удивитесь я на ютубе смотрю либо всяких американских чуваков которые занимаются видеосъемкой либо блин это очень странно я смотрю стримы по второму старкрафту при том что я даже в него никогда не играл но мне нравится смотреть вот как кому то нравится футбол смотреть мне нравится стримы по второму старкрафту смотреть с москитом да встречался на выставке с батарейкиным тоже на выставке это все ну фактически одна тусовка все блогеры они на выставках вместе тусят общаются ну понятно что сдулся когда он уже по 300 тысяч на рекламе не получает то под сдулся ну зато он купился там велик за 400 аймак за 350 игровой компьютер себе собрал там какой-то топовый и так далее какая разница между солевым и обычным некотосом я долго буду рассказывать и всех уже подробностей не помню у меня есть ролик на канале где я прям глубоко и нудно рассказываю про разницу между солевым никотином и классическим во что-нибудь играешь на пк давно не играл раньше играл блин я забыл даже название блин не помню когда когда в кс играл даже на асусе один раз участвовал кс про тогда еще в 1.6 все играли в пупка играл да кстати ну что-то поднадоел в первый starcraft играл брудвар да дай ссылку на барахолку пожалуйста это всегда пожалуйста это вообще легко easy easy пизи ссылка на барахолку сейчас залетит ссылка на барахолку но так как я мега ленивая жопа барахолка не заполнена то что последнее пришло где эта фигня блин потерял так ссылка на барахолку а стрим то где закрою все лишнее вот нашел там далеко не все на барахолке так у меня есть даже отдельная папка барахолка это то что я не добавил в барахолку где-то тут должна быть папка барахолка в этой помойке должна быть папка барахолка вуджу звуки капчеван барахолка вот можешь посмотреть чего там еще не хватает вдруг тебя что-то заинтересует если увидишь ну ты за скрин мне в личку скинь если что-то тебе прям понравится из вот этого вот что я туда еще не добавил вот тут в основном всякое такое очень классическое железо многое даже не открытое о бигбир к сожалению нас покинул он тоже был не добавлен на барахолку эту штуку я тоже вроде кому-то подарил инжин мини это просто инжин на инжин мини есть инжин она есть не знаю что такое чита очень старые всякие штуки фрикшоу в2 серпент сап серпент мини с какая-то безбашенная штука крив фо на 2 картриджа гоблин в3 еще с жидкостью надо наверное не знаю что с ним делать мне его лень мыть браво рт ваптио си2 стартер кит рилкс подик о вот это крутая приблуда это короче моталка для клептонов юзедов я пом добавил уже это вообще какая-то старинная херня из стиля вариватов варивольтов еще один чита какой-то непонятный фримакс rdta о что-то от вейперс мд не знаю что это но что-то от вейперс мд а вот такая странная штуковина и линейка жидкости я уже вроде бы добавил а вот еще вообще какая-то безумная штука кризет это начало подсистем как я понимаю он он здоровый на фотке на вот это не видно но он прям большой еще один нудж это тоже какая-то вот штука интейк rt от ок вейп вдруг кто-то давно искал себе интейк а он вот не добавлен на барахолку до сих пор это еще какая-то rt от freemax бункер rda вдруг кому-то нужен хочет он окопаться в бункере валуна 2 rta фиолетового шикарного цвета что-то что-то ватафо что-то от ватафо на этом все это то что я отфоткал но не добавил кстати iphone продаю девушке может кому нужен это 7 iphone на 128 розовый розовое золото оригинальный соусайт суисайт бане мазерс милк я очень давно не видел по солевухе этот видос солевой убиваете да по-моему это он вот иван смирнов вшипет крим не понравился чем не понравился рассказывай только что был человек кому очень понравился на барахолке все что вконтакте лежит все актуальное все что в контаче оно все все есть так 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 сейчас я точно скажу есть 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 Есть, 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 есть. Может быть Serpent или Wade купили, но, по-моему, у меня их два было. Но в любом случае, если он кого-то заинтересует, я проверю, есть он у меня или нет. Есть, 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 есть. Ну, процентов на 95, я уверен, что все есть. Просто то, что покупают, я переношу в недоступные товары. вот так что все есть не переживайте максов салта нету я макс вас вообще мало пробовал только шарю по моему дай ссылку на барахолку хочешь есть покупай никотиновый хлеб на барахолке не все добавлено смотрите там есть еще два или три поста вниз по стене там есть еще коробка который мне привез суров там всякие мехи если хотите я прям сейчас онлайн могу показать вам интересно барахолка я прям онлайн могу показать что там осталось по цене все это примерно в два раза ниже нового фактически все новое не пользование там кроме парочки может быть девайсов это выглядит так открыл снял обзор убрал в коробку все ну фактически новое ну конечно губы сурово уже касались этих девайсов но вдруг это кому-то наоборот понравится у меня вот есть переходник за косарь краса который мне не нужен потому что как видите все работает и без него но вдруг будет чище сигнал шум отношения посмотрим просто это еще микрофон за 800 рублей что все ушли на барахолку что ли я здесь плацдарм для замеса я кстати знаете что сделал а у меня есть очиститель воздуха я сделал из него очиститель воздуха тире освежитель воздуха то есть я короче взял все кофейные аромки которые у меня были фавор артовски открыл у них крышечки и разместил их внутри фильтра то есть получается какая система грязный воздух из квартиры забирается проходит через фильтр обогащается ароматами кофе среди аромок и вверх его вентилятор уже выдувает с таким легким легким кофейным ароматом короче вообще норм тема да я пробовал оригинальный мазер смелка от suicide bunny но это было года три назад и я тебе скажу что сейчас многие российские жидкости они уже давно не хуже того что тогда делался с suicide bunny да замес из кофе есть но их надо искать потому что в том количестве видосов которые я снимал по самозамесу я сам уже ничего не помню так я а ну давайте покажу он коробка она тут рядом так ну это вот мои попытки подключить преамп без где где мой переходник за косарь без вот этого красавчика за косарь который мне нахер теперь не нужен но я пытался я пытался я перерыл весь шкаф нашел все xlr провода которые у меня есть потом я подумал мне казалось что у меня есть нужный xlr провод но оказалось что он на миниджек просто выходит xlr миниджек для чего вообще хотя я придумал уже для чего и вот без вот этого братю не я думал что не смогу оказывается нужно было в драйвере видеокарта переключить просто блин xlr на инструментальный вход и все заработало так волшебная коробка с нативной рекламой от urban правда перевернута но знаете что эта коробка от urban давайте смотреть что тут есть так наверное нужно сделать как-нибудь вот так чтобы вам было удобно лицезреть все это так а на самом деле всякие бокс моды почти все вчера купили тут немного осталось тут в основном мехи и несколько бокс модов начнем с вот такого вот замечательного пакетика infinity мод 43 виси в моем понимании на самом деле на слух по крайней мере воспринимается как иностранный туалет но 43 виси это вот такой вот крашеный латунный мех в комплекте с которым идет еще какая-то херня для меха там пружинка какие-то проставочки колечки вот я не разбирал не знаю тут какие конструктивы кнопок это что-то вроде по моему глэм овской конструкции кнопки по моему так называется с вот это вот просто . так я просто . показываю да показываю вот вот такая штука похоже как у вива сделано но по моему это глэм что-то более менее похоже блин да я не вспомню уже название если видишь где-то вейп-шопе вот попробуй микс который я с урбаном сделал там клубничка клубничка ну правда не со сливками а с маслом но она насыщенная так вот такой мех мод инфинити мод стоит он то ли полторы то ли две тысячи я не помню ну типа в барахолке капитан всея вейпинга руси со . спасибо а ну пока я отмечу блин с днем рождения тебя с днем рождения давайте всем поздравляем с днем рождения итак у нас тут тем временем от капитана всея вейпинга всея руси богоподобного москита москита вейпа и компании вейп механик восхитительный спанер спанер а мы не слышим доната я не знаю мне глюк какой-то мне почему-то он только в наушниках читается на стрим не идет вот такой вот латунный спанер больше там ничего нет надо надо его наверное полирнуть с лазерной гравировкой каких-то шестереночек ну короче спанер спанер вам вообще мехи то интересны кстати чтоб вы знали это номер 005 что для кого-то возможно будет круто обзор овершейк будет наверное я его сниму завтра потому что сегодня но уже поздно снимать я его буду делать день так спанера от богоподобного дальше стеллар union hydra для меня на самом деле это все ни о чем не говорит вот какая-то бумажечка есть что в ней бумажечка тадам тадам и это 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 инструкция и совет по уходу понятно прикольно что она есть гидра на ощупь алюминиевая вот такая легенькая он очень легкий прям вообще легкий легкий это гидра 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 от star union поставим ее рядом с спанером от богоподобного и чтобы богоподобный на вас смотрел так дальше константа константа как тебя извлечь константа константа немножечко засрана мистером суровым она в патине блин константа вот так выглядит константа номер 0018 видите у обзорщиков всегда первые номера да не посмотри ты мне в глаза камера смотри на что это у нас это константа 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 немного в патине 0016 все легко чистится и газоотводы тоже в патине надеюсь на меня ничего оттуда не выпрыгнет вот такая кнопка в константе еще там внутри какая-то бумажечка лежит дать посмотрим что внутри мне нравится что они везде бумажечек напихали и это и это тоже самое только в другом виде окей константа 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 достойно стоять рядом с мехом богоподобного скажите мне нет тогда поставим сзади дальше менделеев это тоже какой-то мех модец крашеный блин слишком много всего давайте сделаем поуже но богоподобного оставим в кадре это сразу 300 тысяч подписчиков будет менделеев выглядит просто как крашеная труба в прикольной порошковой покраски вот такая у него кнопочка и внутри внутри я к сожалению не знаю как отковырнуть как-то разбирается может быть выкручивается так чуваки реально не знаю что делать с менделеевом он немного закусил кнопку привет розыгрыш уже прошел да как из тебя кнопку то достать так я должен достать кнопку из менделеев чтобы я сделал может у тебя инструкция есть как в гидре хер мне они инструкция да как ты достаешься то сейчас испорчу блин ну менделеев готовься короче ребята у меня не выходит пока я не сломал все таки не мое это менделеев который я немножечко поковырял ножом вот он конструкцию кнопки показать не удалось но это менделеев менделеев достоин стоять рядом с богоподобным вы пока напишите я его вот здесь поставлю вот такой кейсик блин это не мои мехи это мехи сурова ему просто лень заниматься а так как у меня уже есть офигительная барахолка он мне все это привез вот ковыренный ножом это как будто с авторским автографом вот там на самом деле маленькая косточка так вот это мы сейчас придумаем как открыть я не знаю что это это вот такая вот наверное это фред перри только ой не фред перри этот как он называется хилфигер только видите черно-желтый черно-желтый хилфигер а внутри а внутри латунный не крашеный мех под названием новичок by srt 17 вдруг кто искал себе давно новичок by srt 17 под номером 0 0 0 1 1 одиннадцатый есть кто-то на циферке дрочит ну да здесь намек на британцев как раз таки есть на донышке так так менделеев ладно станет рядом с богоподобным а стик на 200 ватт на 3 батарейки очень долго держит очень здоровый это не они попытались выпустить когда вышел рыкса rx200 то есть они попытались сделать свою тему он не такой эргономично удобный как рыкса но все же вдруг кому-то нужен мод там у меня чуваки покупали которые там где-то на севере работают им нужно чтобы а еще покупал чувак рыксу который в плавание на корабле уходит ему нужно чтобы долго держало вот такие 3 батареечные штуки они для этого очень хорошо подходит но он без коробки без ничего вот просто вот такой вот братишка или фастик 200 ватт так еще мех модец от вулкан мод называется лаки как тебя открыть да тут никак чехольчик смотрите какой тактикульный чехол тактикульный чехол с креплением на пояс вот сюда вы можете засунуть тут кармашек есть под аккумулятор 18650 а внутри бэш внутри бэтмен где детонатор бэтмен и вулкан модс номер 045 вот так вот выглядит кнопка бэтмена если кто-то хочет понажимать бэтмену на донышко то у вас есть такая возможность тадам 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 не знаю сколько стоит бэтмен это нужно уточнять вот под бэтмену не скажу тут короче этот сертификат оригинальности и еще там какая-то херня типа намотки проставка какая-то хорошие фьюзы лежат вот коробочки так но бэтмен явно достоин стать рядом с богоподобным бэтмен мне понравился а он еще кстати эргономичный такой это не просто труба у него какие-то там есть эргономические изъяны он хорошо в руке лежит так в общем бэтмен прикольный и еще и с чехлом явно не дешевле 2000 просто не эргономичная труба там по ней там по две по полторы а вот эргономичная еще и с бэтменом еще и с чехлом еще и внимание ребят стоял рядом с богоподобным прям удваивает его цену кому интересно реально пишите вк я посмотрю просто сейчас не хочу этим заниматься так ну это все знают открывать наверное нету смысла хотя если только цвет его посмотреть цвет черный этот как он карбон черный карбон эвик прима 20 впервые слышу но выглядит он прикольно мне кто-то его спрашивал я открывал показывал а выглядит мажор ненько с карбоновой вставочкой полированной лакированной а вот такая вот штука на две как я понимаю батарейки да на две батарейки вот такой вот эвик дорого-богато явно не достоин рядом с богоподобным стоять тесла сикс а я не могу это прочитать а тесла сикс вот этой вот модели давай покажи им покажи им модель вот 200 ватт в цвете в цвете в цвете в цвете критических дней на фоне тифани критические дни на фоне тифани вот вот такой вот мод тесла сикс если кто-то хочет быть ярким и ходить с критическими днями на фоне тифани то это для вас вот тесла сикс он из какого-то пластика на две батареечки abs пластик магнитики тут все дела и какие-то небольшие сквирты в коробку происходили у сурова ну вот так на беззеркальной камере большое количество точек автофокуса не обязательно на центр экрана там стоит по всей зоне видишь он же на мне сейчас фокусируется я же не в центре экрана так тесла сикс да он пластиковый упадет и ханаем ой как ты недооцениваешь свойства abs пластика поверь намного больше вероятность что у тебя металлический упадет и погнется чем с этой хренью что-то случится и последний самый крутой из всех как супермен эхпро два в одном фьюжн кит фьюжн кит от эхпро просто посмотрите на него вот готовы вся привык ic ослепнуть 1 боск просто топ не знаю на самом деле что это что-то от эхпро на колока с каким-то бачком в комплекте в цвете чтобы вы знали это сейчас модно макларен макларен про все все сейчас телефоны выпускают макларен и дишин а тут у вас сразу макларен и дишин их про макларен и дишин фьюжен с баком каким-то каким-то р детей баком в цвете тоже макларен и знаете что знаете что странно у него склонг пин как в тебя попасть и зачем тебе такой пин тут наверное есть какая-нибудь крутая приблуда функционале потому что у него крайне необычный пин сейчас я вам покажу да не сфокусируясь на мои глаза смотрите какой у него странный пин наверное он что-то крутое умеет это не склонг там две платы чтоб вы знали две платы фьюжен цвет макларен продается на барахолке серийный номер 3146 вдруг кто-то искал именно такой дизигнет бай их про запасное ветровое стекло в комплекте куча резинки что это такое вообще что с вот этим вот делать это запасной пин на вторую плату я так понимаю астик 200 я не знаю астик 200 косарь астик 200 косарь он без коробки без ничего и бак на две емкости господи боже мой натуре бак на две емкости такого у вас точно еще не было смотрите одна емкость у тут стоит перегородка 2 емкость 1 емкость перегородка 2 емкость прям вообще топич возьму пиши в контакте up and down какая база макларен и гишин вот видите сейчас все начнут делать телефоны вот в таком цвете я не шучу это сейчас тренд вот реально не шучу про макларен эдишн все сейчас будет вот в таком цвете ну вейпинге понятно что не будет но всякие дорогие штуки будут делать вот такие так ну и конечно же микро юсби юсби как же без него так их про макларен эдишн два в одном фьюжн танк вот такой вот все это то что я никуда не добавил вот все мими 9 макларен эдишн а вам класс есть еще макларен эдишн но я так понимаю тут не особо любители мехов собрались поэтому мы оставим богоподобного на столе просто это плюс 300 просмотров к стриму чтобы было пламя свечи xiaomi освещала в теплом теплом пламя свечи ну вот вся коробочка остальное все купили так мех от богоподобного если он тебя реально интересует он недорого будет стоить я не знаю там от косаря до 2 2 это максимум мне нужно будет уточнить как убрать привкус старой жижи отличный способ помыть просто разбираешь девайс выкидываешь вату прожигаешь моешь прожигаешь он сушится вставляешь новую вату и о да вкус будет чист так ребят 2 часа 41 минута наверно пора заканчивать эту вакханалию енот тв можно конечно же вопрос спрашивай как убра я тебе на него даже ответил прости так все ребят я устал всем спасибо что смотрели пойду я дальше играться с настройками звука и завтра возможно с этой штукой я уже запишу обзор на новую линейку от small kitchen овершейк ну и конечно же не забывайте что вам нужен хлеб с никотином все всем пока не забудь поставить лайк за хлеб с никотином вырубаю бай